Сейчас конец февраля, глухозимия. Щука не так активна, как по первому льду, ну или в январе. Но тем не менее она периодически выходит. Если попасть в погоду, то можно неплохо половить. В таких случаях встает всегда вопрос об эффективности оснастки жерлицы. Если мы собираемся ловить на жерлицу. Я сейчас коротко постараюсь рассказать, как я вижу самую эффективную оснастку. Крючок тройник, шестой номер и больше. Потом идет стальной поводок, сантиметров 20. Грузило скользящее 4-5 грамм. И основная леска не так критична, где-нибудь диаметром 0,4-0,35. Теперь почему именно так? Крючок, во-первых, он должен быть соразмерным живцу. Если живец будет значительно больше, чем крючок, то высокая вероятность, что он будет вылетать из пасти щуки при подсечке. И когда она подходит к лунке, то есть начинает болтать головой, открывать пасть, и в ней вылетает. Вот, соответственно, чем больше крючок, тем у него больше вероятность зацепиться. Ну, очень большие крючки, они, понятное дело, будут уже слишком. Если использовать маленький крючок, то щука, скорее всего, не почувствует, когда будет заглатывать. Вот. И тогда приходится дольше ждать, чтобы она глубоко проглотила живца, чтобы он не застрял в пищеводе, а не находился в момент подсечки в пасти. Если использовать слишком крупный крючок, то щука его может почувствовать, он может зацепиться и мешать щуке перевернуть живца и заглотить его. Вот. Оптимально, это вот в районе шестого номера, плюс-минус. Тройник, ну, соответственно, чем больше у него крючков, тем выше эффективность, опять же, при подсечке и при вываживании. Стальной поводок кто-то использует, кто-то не использует. Он немножко сковывает действия живца. Возможно, живец быстрее дохнет. Может быть, мелкой щуки попадется меньше, но зато, если щука возьмет, солидная, то не так боишься за то, что она перекусит. Грузило. В целом, такой некритичный момент. Проще использовать скользящее, не потому, что оно там где-то в воде скользит. Обычно там, когда щука хватает, оттаскивает, то грузило движется вместе с леской, но немножко, конечно, леска проскальзывает. А вот если где-то оно зацепится, ловим в тростнике, в камышах, то очень полезно, что щука пошла дальше, а грузило осталось и больше времени на то, чтобы подбежать с жерлицы и подсечь, пока щука не почувствовала, что на том конце кто-то ее тащит, кто-то ей препятствует куда-то уходить. Ну, по весу 4-5 грамм, оптимальный, считаю, размер. Тяжелее уже. Тяжелее плохо, потому что вот оно, когда вот так висит в воде, щука хватает, срывает флажок, и жерлица падает на дно. Если грузило слишком тяжелое, допустим, грамм 7-8, то в момент падения на дно щука почувствует грузило и выплюнуть жерлица. Основная леска, ну, еще более некритичный момент. Я обычно использую цветную какую-нибудь, ее лучше видно на снегу. Такого цвета, ярко-зеленого, салатового, хорошо видно в сумерках, рано утром или поздно вечером. Вот, если использовать темную, то видно хорошо днем ее, особенно если приходится распутывать. Вот такая вот эффективная оснастка.